Мораторий на рубке возле озера Амут будет сохранен. Об этом заявил в Рио губернатор по результатам рабочей поездки в Солнечный район. В сентябре прошлого года экологи начали бить тревогу, когда на хребте Мяучан начали массово вырубать лес. Экосистема уникального памятника природы была нарушена. Что там происходит сейчас в следующем материале. Там, где раньше были вековые сосны, сейчас юная лиственница. Саженцы высадили сотрудники управления лесами после прошлогоднего скандала. 110 гектаров тайги пошло под топор. Внимание к массовой рубке привлекли общественники. По любой санитарной рубке надо назначать независимую экспертизу с привлечением ученых, а не лесопатологов, которые за три месяца могут получить корочку. Такие санитарные рубки нам не нужны. Мы не говорим, что надо отказаться от рубок, от санитарных в том числе. Нужно просто такое не называть санитарными рубками. Заказчик санитарных рубок Краевое управление лесами поручило провести работы госпредприятию Дальневосточная авиабаза. И не важно, что у авиаторов нет специальной техники. В итоге они наняли пилить деревья частников. Основным посылом было оздоровление леса и борьба с верховыми пожарами. Так посоветовали лесопатологи. По требованию нормативов тут требовалась только сплошная рубка, при которой вырубались и здоровые, и больные деревья. Если оставить здоровые, они все равно выпадут. Весной этого года прокуратура установила, рубки вблизи Амута проводили с нарушениями. Вместе с больными снесли и ценные деревья. А подрядчика выбирали в обход законных процедур. Временно исполняющий обязанности губернатора после осмотра местности подтвердил, рубки на уникальном горном озере должны быть под запретом. Чтобы закон не нарушать, и здравый смысл тоже, давайте мораторий сохраним по Меочану и вообще всей этой зоне. Минприроды даю поручение готовить документы по расширению охранной зоны. Особо охраняемая территория вокруг озера в Солнечном районе будет расширена и утверждена до конца этого года. Виталина Кондрахина, Наталья Приходько, телеканал «Губерния».